Аллилуйя, Аллилуйя, слава Богу, слава Богу, друзья, братья, сестры, дорогие, воздумленные, во Христе Иисусе, всех-всех приветствую, именем Господнем, именем Иисуса Христа, всех приветствую вас, благоставляю, братья, сестры, дорогие мои, всех святых и верных, приветствую, благоставляю. И сегодня совершаю хлебопреломление, причастие, Евхаристия, телу и крови Иисуса Христа. А эти дни, которые в традиции народной мы называем Днями Трепета, традиции еврейские, они называются действительно Днями Трепета, начало Нового Года. Новый Год у всех народов по-разному отличается, но еврейская традиция нашей, Новый Год начинается с Трепета, с благоговения, особого благоговения, такого трепетного благоговения, можно так выразиться по-русски, именно с коронацией царя-царей и ожидания от царя-царей своего вердикта, ожидания от него. Вот это трепетное ожидание, можно так еще охарактеризовать, вот эти дни, в этих, ну как принято считать, 10 дней, да. Господь, спасибо Тебе, благодарю Тебя за милость Твою, за спасение, за жизнь вечную во Христе Иисусе Господе нашим. И сегодня я заставкой для трансляции этой сделал очень необычную картинку. Знаете, я изначально думал изобразить, ну, взять картинку, я приготовил себе, уже скачал из сети несколько картинок, очень интересных таких. Вот, одна из них, говорящая тоже о празднике труп, вторая, третья картинка, это о личности Иисуса и Шоа, как Машеха, Агнца, Божьего, уже несущего крест, отдающего свою жизнь за нас. Вот, и потом обнаружил такую картинку, необычную, где там хищники убивают животное. Вот, и это животное, это мама, значит, как там фотограф снимал это все, он даже там, ну, фотограф, я так понимаю, неверующий, но он был в таком шоке, был в таком ужасе, что даже, что даже, как сказать, он, ну, в депрессии впал даже. Он снимал, как вот это, как лань или, как ее назвать, не знаю, я даже, ну, я волнуюсь, я не специалист, но, ну, как лань или олень, олениха, да, вот, значит, она, мама, убегала вместе со своими вот этими, там, олениантами, допустим, вот. Вот, и за ними мчались эти вот, ну, гепарды или как там, кошки эти, хищники, вот, и она, как уже взрослая, уже, она могла, конечно, убежать, вот, а эти тогда хищники, эти кошки эти, они бы порвали вот ее детей. Но она, как мама, она поступила очень героически, она остановилась, она встала, вот, дети продолжали бежать, она смотрела на детей, вот, фотограф как раз фотографировал эту драматическую такую сцену охоты к этих кошек, и фотограф был, ну, в ужасе, вот, от увиденного, он увидел поступок матери, вот, которая пожертвовала собою для того, чтобы ее дети были живы. Мы много таких историй знаем, слышали, когда родители отдают свою жизнь за жизнь детей свои, да, вот. Вот, и есть разные истории, в общем, даже истории. И я помню, как Лиджи Рок, по-моему, я не помню, кто-то из корейцев, из корейских служителей современных уже, в своей книге, или, значит, Йонгий Чо, может быть, даже я могу ошибиться сейчас, но кто-то из корейских таких известных служителей пример такой приводил, вот, когда в Корее, еще тогда нищий, еще послевоенный, еще, ну, будем так говорить, очень далеко было до, вот, современного такого процветания, но пробуждение только начиналось там, я так понимаю, в Корее, вот, и, знаете, вот, и там, значит, дети промышляли тем, что они что-то там воровали, что-то там доставали, ну, чтобы поесть, и один там ребенок, он, пацан, он застрял, значит, где-то там между вагонами, что ли, вот, и отец прыгнул туда и вытолкнул сына, ну, а поезд трунулся там, и, короче, отец погиб, вот, как бы, этот эпизод очень сильно повлиял на многих людей там, в Корее, вот, в том месте, по крайней мере, где они жили, эту историю рассказывали, вот, и, знаете, вот, вот, все на этой земле действительно страдает и мучится. Я хочу прочесть это из слова позже, интересно, хочу прочесть. Я сделал цитаты, вот, от нашей киевской архипископии, там, вот, этим видео, в самом начале, значит, из Евангелия, вот, от Иоанна, в начале, давайте так и сделаем, да, как я там указал, в начале, с Евангелия от Иоанна, пятнадцатая глава, в начале глава он пишет здесь, что он истинный лоза, возлюбил он, а потом пишет он, интересно, ну, Иоанн пишет слова Иисуса, вот, ну, я даже чуть раньше начну, чем я цитировал, там, 14 стиха, но хочу прочесть, ну, перед тем, еще, что написано, 12 стих, вот, сия, сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас, нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих, вы друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам, вот это вот, знаете ли, потрясает, по глубине вообще, потрясает, вот, вот, то, что он заповедует, любить друг друга, это не новая заповедь-то, и вся Библия, и до Иисуса полна именно этого, вот, вот, и Божье Слово, говорил об этом и раньше, но Божье Слово в лице Иисуса Христа, Ишуа Машираха, воплотившегося Бога, в лице Слова, ставшего плотью и обитавшего среди нас полной благодати, полной благодати и истины, в лице Спасителя Господа, Слово Божье, выразилось совершенно, таким образом, как я возлюбил вас, нет больше той любви, как я возлюбил вас, любите друг друга, как я возлюбил вас, нет больше той любви, действительно, нет больше любви этой, он сам есть любовь, я просто благодарю Бога Всемогущего, Господи, благодарю Тебя, Божий Всемогущий, благодарю Тебя, я свидетельствовал уже не раз, и в том числе на молитвах, но на утренних молитвах, в некоторых записях, я вот, ну, в прямом эфире выхожу, каждое утро в прямой эфир выхожу в 6 утра на протяжении вот этого вот июля месяца, ну, так не постоянно у меня было, вот, нерегулярно получалось у меня выходить в эфир, значит, на протяжении всего августа месяца, и вот уже с сентября, выхожу регулярно сейчас в эфир, пока здесь я, еще планирую, может, неделю, может быть, даже две, не знаю, как Бог усмотрит, сколько буду еще здесь, в нашей Киевской архиепископии, и планирую продолжить каждое утро в 6 утра по киевскому времени выхожу в прямой эфир, здесь же вот на Ютубе, и обычно полчаса, 40 минут, бывает час, ну, по-всякому, по-разному бывает, совершаю с хлебопреломлением, сейчас тоже я вот приготовил чашу, у меня здесь есть хлеб, для хлебопреломления, для участия евхаристии, кстати, хлеб, это вот лаваш, который я вот утром благоставлял и молился, совершал хлебопреломление утром, сейчас я вот здесь, здесь у меня такие зернышки, такие семечки, я не знаю, что начнем, вот, ну, то, что от него осталось здесь, немного, я причащаюсь, да, здесь у меня вот такие семечки, это, по-моему, льняные семечки, они говорили, так что, да, вообще, причастие, качество хлеба, сока нашего, да, вот, не виной хлеб, нет, причастие, это наше рассуждение о теле и крови Иисуса Христа, причастие наше рассуждение, сейчас о нем, я рассуждаю о теле и крови Иисуса Христа, это есть причастие, И причастие, то есть, когда я рассуждаю о теле, кроме Иисуса Христа, о Его жертве, как Он возлюбил нас. Спасибо тебе, Господь. Благодарю тебя. И на утренних молитвах я вспоминал, а ты, Близот, уже не раз уже. Хочу еще вспомнить. Время было непростое, когда я вышел из традиционной православной церкви в 1996 году. То мои же братья хотели убить меня. Даже заплатили там каким-то уголовникам, преступникам, которые это все делали за деньги. Они должны были это сделать. Я узнал об этом попозже. И, притом, узнал из уст тех, кто должны были это все сделать. Ну, по крайней мере, им заплатили за это. Вот. А тогда я не знал всего этого. Я, знаете, жена была в больнице между жизнью и смертью. Вот. То есть священники травили нашу семью. Я удивился, вот, что... Я еще сомневался, правильно ли я сделал, что вышел из этой структуры Московского перераката, в котором находился, в русской православной церкви. Знаете ли, я еще сомневался, правильно ли я делаю, но когда вот это все началось, вот, когда священники так себя стали вести, потом священники высокопоставленные тоже. Не рядовые сельские батюшки, знаете ли. Вот. То я, значит... Ну, а рядовые сельские батюшки стояли, это одобрять это. Ну, Поповская радио быстро сообщала все это. Вот. Они это одобряли, это убийство. И травлю моей семьей. Вот. То вот это все, оно меня... Лишний раз, или не лишний раз, там, удостоверяло в правильности выбора, что маски, знаете ли, стали сорваны. Были сорваны маски. Религиозные маски, они чем, наверное, страшны, что они прикрываются, маски эти, человек прикрывается самыми святыми вещами. Самые сокровенные. Это все понимают, даже, даже атеисты, даже бандиты это понимают. У них, оказывается, тоже есть понимание такое, что есть там батюшки верующие, есть не верующие. Вот. А в том анекдоте семинарском, когда, значит, там на приходе встречаются две бабушки, и одна другая говорит, о, Маня, нам год нового батюшку прислали. Молодой, вот, красивый, поет хорошо. Даже верующий. Вот такой был анекдот. Это я слышал еще в 87-88 год в Москве, а потом в Ленинграде, ну, чуть по-другому. В семинариях, там, от семинаристов, будущих батюшек. Просто же. Ну вот, и, ну, тогда я посмеялся и не посмеялся. Вот. Тогда я уж воцерковлялся, как бы, и служил уже тогда я чтецом, как бы, и подиаконствовал, поэтому, как бы, уже кое-что видел, кое-что знал. Ну, а в 91-м году, став сам священником, я, конечно, увидел закулистную жизнь, совсем страшную для меня, потому что я пришел в церковь не зарабатывать деньги. Если бы я пришел в церковь зарабатывать деньги, я бы до сих пор бы служил бы в русской православной церкви, в московской приоритете. И возможности тогда, вот, в начале 90-х зарабатывать большие деньги, то есть, огромные, просто-напросто. Были потрясающие возможности. Вот. И священники ими пользовались, зарабатывая миллионы, в долларах имеют, вот, и даже сотни миллионов, некоторые мои тогда друзья на комедии, вот, грабили, просто грабили. Просто тогда время такое было, позволялось. И священникам многим это все с рук сходило, и позволялось с покровительством прокуратуры, милиции, КГБ, с их участием прямого и покровительством. И это было обоюдно, потому что священники тоже в чем-то покрывали этих сильных века сего. Вот. И все было хорошо. И волки сыты. Вот. И оптицы. Вот. И когда, так мне, и раз, и два, и три, такие возможности выпадали, просто огромное количество приватизировать так вот, участвовать в этом всем, ну, в грабеже, по сути, социалистической собственности народной. Вот. Понимаете ли, для меня это было таким кощунством. Мои родители свято верили в светлое будущее, в коммунизм. Они были атеистами, но они были честными коммунистами, атеистами. Вот. Мои бабушки, дедушки проливали свою кровь, чужую кровь ради этого. Делали революцию, верили в это. И когда все так нагло грабилось политиками, попами, всеми-всеми. И я сам осознавал, что я тоже как бы поп-освященник. Страшный, конечно, очень. Вот. И, и знаете, когда там и раз, и два возможности есть, и тебе так прям, ну, косвенно так вот даже порой намекают, что время может уйти. Сейчас есть пока возможности так вот нахрапом просто брать все по мере наглости. Вот. И когда я не участвовал в этом, в этом разворовывании и раз, и два, и три, то потом на тебя смотрят, как на дурака просто, как на ерунде его. Смотрят, как вот укрынивают бушевильные. Вот. И, знаете ли, и такие священники, не один был такой, конечно. Были и другие священники, и старшие священники были некоторые, которые уже тогда, в 91-м году, когда только начал быть священником, иерей, настоятелем храма, а я знал священников тоже, которые уже к тому времени служили уже и 10, и 20 лет священниками, они тоже гнушались всем этим как мерзостью и тоже не участвовали в этом. На них тоже смотрели как на дураков, как на белые вороны, как на бельмо в епархиях Московской, Орловской, я имею в виду, Брянской и Рязанской. И это независимо даже было от веры, неверия священников. Все что-то верят, знаете ли. Ну, просто есть вера разная. Есть вера, Божья вера. Я всегда держался Божьей верой. Даже в те годы, когда весьма заблуждался, молился к Благородице, к святым, к ангелам, в те годы я активно до 96-го года это безумие многобожие продолжалось к моей судьбе, но в те годы все равно я старался иметь веру Божью, держаться правду истинную. И знаете, друзья, и вот в 96-м году вот это свидетельство, почему я сейчас не хочу вспомнить, преломляя хлеб сегодня, хочу вспомнить об этом. Дело в том, что, Господи, надо славить. я помню то собрание, вечером это было, ну, я застал фрагмент собрания, окончание, я там дежурил, сторожил до молитвы на 50-м году в Сороже на Брянской области. Вот, и знаете, они пели псалмы, потом молились, а я к тому времени там несколько недель не мог простить одного священника. Я прощал его, конечно, все, но потом, как только вспоминал о нем, ну, тот самый священник, который руководил всем этим, этой компанией «Травлю моей семье», вот, знаете, когда забывалось день-два, там, три, может быть, потом опять вспоминалось, и опять опять 25 лет, вулкан просыпался, я опять на молитву понимал, что это ненормально, что это ненормально, вообще, для меня без кистина жить под непрощением, это ад, это языки пламени ада, вот, я поэтому людям тоже говорю, что если хочешь испытать пламя ада, языки пламени ада, немножко, чуть-чуть совсем этого пламени в жизни, просто побудь в непрощении, хотя бы даже день, не прощай, людей, не прощай, битчиков своих, хотя бы один день, и ты уже испытаешь, что такое пламя ада, вот, а с другой стороны, я говорю, что если хочешь испытать, что такое благословение рая, то, прости, и будь этот день в прощении, и ты испытаешь, что такое благословение рая, что такое радость рая, и христианин, это тот, кто уже живет благословением рая, для христианина, погружающегося в Бога, и в которого Бог погружается, ведь печать Духа Святого, она, печать на верующем человеке, она стоит, следующая, и познал Господь своих, и да, отступит от беззакония всяких Господней, ищущих Господней, это печать, это удивительная печать, она ставится, ну, двусторонняя печать, ставится Богом и нами, удивительно, мы погружаемся в Него, Он погружается в нас, и поэтому для христианина просто неестественно, противоестественно ненормально не прощать, как для нехристианина, допустим, да, нормально, естественно не прощать, вот, для христианина погружающегося в Бога, и в Которую Бог погружается, понимаете ли, естественно прощать, для человека не погружающегося в Бога, для человека не знающего Бога, неестественно прощать, это не естество Его, просто-напросто, я в этом убеждался уже много раз, и на основании Слова Божьего я это вижу очень четко, дело не в названии христианин, не христианин, дело в самой сути погружения в Бога и погружения в Бога в нас, спасибо тебе Господь, спасибо тебе Царь Вселенной, и в тот вечер молились люди, в 96-м году это было все, молились верующие, 50-ники эти, братья, сестры, молились, мне понравилось, они молились, там брат Григорий развел служение, молитву эту друг за друга, и поступило предложение помолиться за нужды, и я не мог никак выразить свою нужду, как вот только такими словами, я сказал, вот говорю, любить друг друга, говорю, это, говорю, ветхий завет, вот говорю, я понимаю, что новый завет, в котором живу я, это любить так, как он возлюбил, его любовью, больше, чем себя, и говорю, я не могу сейчас, я хочу попросить вас помолиться за меня, помолитесь, говорю, братья, сестры, чтобы я любил эту любовью, потому что я не могу без этой любви, кто вкусил эту любовь, хотя бы однажды, он уже не может без этой любви, он просто не может без этой любви, он уже не может любить другого человека, как самого себя он не может так любить уже, он может любить только лишь так, больше чем себя отдавая себя, жизнь свою даже, только так и знаете, я понимал, что на протяжении почти месяца я не могу никак я как будто бы оказался опять, ну Бог дал мне испытать вот эти языки пламени ада, моей жизни тогда и помолились братья, кстати, именно в ту ночь, я был на дежурстве, как раз тогда, охранял домолитвенный именно тогда я как раз и, в общем-то, и испытал вот это благословение во сне я вечером поймал себя на том, на молитве той ну, уже один на один будучи я закрыл домолитвенный изнутри уже находился там и поймал себя на том, что я вот славить Бога порой даже и не хочу страшную мысль вот и в таком трепете, таком внутреннем перед Богом я просто стал петь, не ощущая знаете, душу порой надо заставить даже заставлять славить его многие вещи делать заставлять надо порой душу свою, и вот я душу свою просто заставлял славь Бога душа моя, славь Бога я стал петь через не могу, через не хочу без чувств, таких вот Богу любовных я стал просто петь этот псалом который мне очень понравился как раз накануне они пели его часто в беседнике там слова есть славьте Бога славьте в песнопеньях славьте, славьте жизнью всей своей душой нас он спас собой славьте Бога славьте вы Бога славьте всей душой нас он спас собой Ой, славьте Бога, славьте вы Бога, слава вечная Ему. Славьте Бога каждое мгновенье в мыслях ваших, в чувствах и делах. За Его, Творца, долготерпенье, к миру гибнущему во грехах. Славьте Бога, славьте вы Бога, славьте всей душой, нас Он спас собой. Славьте Бога, славьте вы Бога, слава вечная Ему. Аллилуйя, слава тебе Господь, вечная слава тебе Господь, вечная слава тебе Господь, слава тебе вечному Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. О Боже, я хамах, слава тебе Святой, слава тебе Господь, слава тебе Боже. Благодарю тебя Господь Боже за этот добрый вечер, за милость Твою, за то, что Ты действительно доказал свою любовь к нам, отдав жизнь свою за нас, кровушку за нас, свою пролив. Боже всемогущий, благодарю Тебя Господь и славлю. Аллилуйя, аллилуйя. О Господь, Ты возлюбил нас, Господь, и отдал жизнь свою за нас, Боже, однажды и навсегда доказав серьезность своей любви, истинность своей любви, неложность своей любви, благодарю Тебя и благоставляю великое имя Твое в этот вечер с моими братьями и сестрами, со всеми боящимися Бога. Аминь. Слава Богу, друзья и братья и сестры, я той ночью, о которой рассказывал, вот начал рассказывать сейчас, пережил чудо. Я уснул, и во сне я видел страдание Бога по поводу души человеческой, которая ушла с этой земли, не пережив встречи с ним, не пережив обращения. Хотя у этой души на земле были все шансы, что называется. Эта душа была священником, и она, священник был настолько, ну, он, у нас даже работа такая, у священнослужителей, да, постарей служителей, она связана с Богом, с Царством Божьим, и обидно, конечно, на пороге протоптаться всю жизнь, Царство Божьего, и самому не войти, и другим воспрепятствовать, и потом и уйти в таком состоянии с этой земли, не дай Боже. Я это видел во сне, как душа такая ушла, и это был ливень и слез, реально небо так ревело, плакало, это просто вот, знаете, вот, ливень и слез, и боль страшная такая, прямо во сне я ощущал ее, и во сне же понимал, что я понимал, ой, все это происходящее, что это сердце Бога разрывается от боли за человека. Притом в моих глазах в земной жизни самого недостойного из живущих, знаете ли, но в глазах Бога ценного, драгоценного, как и вся душа, любая душа на этой земле, и сердце Бога просто разрывалось от боли за этого человека, и во сне я чувствовал такую страшную боль, мое сердце разрывалось от боли за этого человека, я во сне же понимал, что я чувствую лишь очень немного, совсем немного, лишь отблеск вот того, что он чувствует, чуть-чуть совсем лишь, и то я это не могу вытерпеть, боль была такой страшной, что вот по-живому рвалось мое сердце, ощущение такое, просто по-живому рвалось, я не мог терпеть этой боли, просто это была страшная боль, я просто плакал во сне, и я просто вопил к Богу, и я просил во сне Бога, я понимал, что то, что я вижу, это картинка из будущего, а что реально этот священник, он еще живой, в моем мире, в моем измерении, в котором я сплю сейчас, нахожусь, а Бог вне времени же, он и во времени, но он и вне времени, потому что само время, само временное это измерение, пространство, это творение Бога, одно из творений Бога, он освещает время своим присутствием, безусловно, иногда очень сильно, конечно, мы это ощущаем, его присутствие в этом временном измерении, но Бог больше, чем время, он намного больше, чем время, время это одно из его творений, это то же самое, что говорит, что Бог есть человек, да, он есть человек тоже, но он намного больше, чем человек, или Бог есть, допустим, он все в этом мире, и мы живем, и движемся, и существуем, животными, растительными, это все он, да, небо, земля, это все он, да, наша земля, это тоже он, но это лишь чуть-чуть, это лишь его творение, он сам художник, это, ну, его как все, как его картина, в этом, его душа, в этом он есть, в этой картине, творец присутствует, но он намного больше, чем картина, как любой художник, намного больше, чем шедевр, который он изобразил, картина, которую он изобразил, Вот, любой музыкант намного больше, чем то произведение, которое он записал, вот, значит, и любой поэт намного больше того стихотворения, которое он записал и передал, знаете ли, будучи вдохновленным творцом. И удивительно, конечно, вот, он творец, но будучи вечным, его чувствование, можно так выразиться, ну, по-нашему, как бы, чтобы понять по-человечески, по-людски, намного больше, несравненно больше, они оригинальны, это и есть оригиналь, оригинал, оригинально. Мы лишь, как, вот, копия, отблеск в этом мире, все. Этот мир тоже реальный, он хороший, святой и правильный, и вообще благословенный, но он не такой сильно реальный, благословенный и правильный, как тот Божий, святой мир. И вот этот мир плакал. Об этом мире в Писании Нового Завета говорится, что на небесах у ангелов Божьих радость бывает, а у Отца Небесного еще большая радость. Даже об одной душе, которая покаялась, о покаянии одного человека, радость на небесах, ангельский мир ликует, Бог ликует, все небо радуется. Но есть еще другая сторона медали, горькая правда. Об одной душе, которая ушла без покаяния, все небо плачет. Каждая душа, цена ему, все это сущее, весь мир этот сущий, сотворенный им, он люб ему и дорог, дорог и люб. Весь этот мир растительный, весь мир животный, весь все это, все сущее. А наибачий человеческий род. Мы, люди, гомо сапиенс, созданы им по образу и подобию Его. Слава Богу всемогущему. О, спасибо тебе, Господь, спасибо тебе, Господь. Он так хочет, чтобы действительно по образу и подобию Его мы жили и царствовали, и господствовали, и действительно являли Его образ святой, образ Его любви. И этому миру, потому что вся тварь стинает и мучается, ожидая откровения Сынов Божьих. Вся тварь, все творение ожидает, стинает и мучается, ожидая откровения Сынов Божьих. Пусть сегодня, и даже через это хлебопроломление, откровение Сынов Божьих, оно приходит в нас, в наше откровение в этот мир. Аллилуйя, спасибо тебе, Господь, Царь Вселенной. И во сне, тогда это было все, что я описываю, это все было свидетельством в 96-м году. И тогда во сне я понимал, что этот священник еще живой в мое время, в моем измерении, временном, в котором я сплю, в котором я нахожусь во сне еще. Вот, я понимал все это, отдавал себе отчет прямо во сне. Интересно очень даже, переживание такое. Не часто такое бывает вообще в жизни. А вот подобное я вообще лишь один раз в жизни вот это испытывал. Вот, ни до того, ни после того я во сне подобного не испытывал. Вот этой боли такой за человека, другого человека, моего врага, из-за которого мы потеряли ребенка тогда. Вот, значит, и моя жена была между жизнью и смертью. И врач сказал, как раз в тот день, перед дежурством, я зашел в больницу, и врач вышел, один из гинекологов, Сагинор. Да, он известный, там был врач тогда, в то время, не знаю, даже сейчас жив, не жив, он еврей. Интересный очень человек. Вот, и он сказал, батюшка, извините, но мы даже помочь жене не можем, вашей матушке, вашей. И она вряд ли выживет. Но если выживет, я честно скажу вам, если выживет, если, то вы уже не сможете иметь детей точно. Бог по милости Господне дал нам выжить моей жене, во-первых. Во-вторых, после этого нам дал Бог утешение, Он нам дал еще четверо детей родить. Слава Тебе, Господи, слава Тебе, благодарю Тебя, Боже, за всех наших шестерых детей, которые действительно Ты дал, Боже, нам родить на эту землю. Слава Тебе, Господь, благодарю Тебя, Боже, благодарю Тебя, Господь, за все, за все благодарю Тебя и благословляю имя Твое. И знаете, но во сне я просто вопил к Богу за этого священника, за этого человека, за эту душу. И я даже говорил Богу такие слова на полном серьезе. Сейчас мне это кажется безумством. Я не могу это молиться, такой молитвой вот сам по себе. Даже будучи наполненным сейчас Духом Святым, я до конца, на все 100% я не могу так молиться. Но находясь в этом божественном измерении, так молился я. Потому что это молитва, только лишь можно молиться в Боге. Вот именно полностью, без остатка, 100% пребывая в нем, можно молиться такой молитвой. И я так во сне пребывал в таком состоянии, вне этого времени уже, вне этого пространства. И знаете ли, я молился такой молитвой, вопил к Богу. Даже меня забудь, говорю, пожалуйста, меня забудь, его спаси, пожалуйста. Забудь обо мне, его спаси. Знаете, после вот, уже когда проснулся уже потом, я проснулся от того, что я захлебываю со слез из этого человека. Я реально захлебываю со слез, я так не левел никогда, не плакал никогда в жизни. Ну, может, только в раннем детстве. В подростковом, когда он пережил Бога в своей жизни, и потом вопил к нему просто. Вот по вечерам я просто плакал так, что подушка мокрая была. Я просился обратно, я просился хотя бы еще секундочку, думаю, в глаза ему посмотреть. Очень хотел он, вот, пережить с ним встречу. Надо было в 13 лет, еще не полно, даже 13 лет. Ну, да, 13 лет было у меня, когда я плакал все, пред Богом. А потом Бог утешил меня во сне, и утешал во сне много раз тогда. Вот, ну, то было в подростковом возрасте, 13 лет еще, ну, это уже взросление, да. Вот, а то здесь уже взрослый человек, уже у самого двое детей, тогда жена, значит, да, значит, и вот я... О, Господи! И молитва, которая непонятна Павлова мне была, он говорил к римлянам, писал, что он свидетельствует, истинно говорит, не лжет, что для него мучение за народ свой, за Израиля, за евреев. И он даже сказал так к римлянам, к римляне говорят, слушайте, братья, я готов быть сам отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильцам, которым и усыновление, и все принадлежит, и от них сущий Бог, Иисус пришел, от них Христос. Он был готов быть отлученным даже от Христа за братьев своих по плоти, за еврейский народ, который еще, ну, большей частью, к сожалению, не принял своего Машеха, своего Мессию, Божьего Машеха, Божьего помазанника, спасителя. Ох, и потом два тысячелетия этого отчаяния, этой боли. Большей частью еврейского народа, к сожалению, на протяжении двух тысяч лет просто-напросто в таком ожесточении, в таком неверии. Бог очень любит всех, Бог очень любит свой народ, Бог очень любит евреев, Бог очень любит всех. И Он не хочет, чтобы кто-то погиб, но Он хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. И действительно, Божья любовь – это сумасшедшая любовь. Божья любовь – это сумасшедшая любовь, это нечеловеческая любовь. Это человеческому уму непостижимая любовь, Божья любовь. Он оценил, Божья любовь, она не взвешивает даже, она просто отдает и все. Когда Господь отдал свою душу за нас, свою жизнь за нас. О, спасибо Тебе, Господь! В эти дни трепета, начало Нового года, первые дни эти, мы их называем по традиции, этих 10 дней первых, мы называем днями трепета. Трепет, знаете, очень трепетная любовь. Любовь очень трепетная. Вот это состояние трепетной любви, вот это состояние любви Бога и человека. Они ведодили, я принадлежу моему возлюбленному, возлюбленный мой принадлежит мне. Этот стих из Писания, который еврейские мудрецы, всеонские мудрецы, еще перед пришествием Машеха, перед пришествием Христа Иисуса, перед Его Рождеством, как мы говорим, до нашей эры, они обозначены как главный стих Библии во всех еврейских писаниях, который как золотой стих, как бы открывает Тору, открывает Писание все еврейские наши. Они ведодили, я принадлежу моему возлюбленному, возлюбленному мой мне. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, спасибо. Спасибо. Спасибо тебе, Господь. Мой возлюбленный прекрасен, краше тысячи других, вид его подобен кедру на подножьях золотых. Вот он идет, Господь грядет, мой возлюбленный грядет. Вот он идет, Бог мой грядет, мой возлюбленный грядет. Мой возлюбленный стучится, отвори, сестра моя, Время пения настало, голубица чистая. Вот он идет, Господь грядет, мой возлюбленный грядет. Вот он идет, Бог мой грядет, мой возлюбленный грядет. Гряди, Господи Иисусе, слава Тебе, слава Тебе и хвала. Братья и сестры, совершая причастие, каждый раз Евхаристию, вот я в прямом эфире совершал и утреннее причастие сегодня. Вот, знаете ли, преисполняемся божественной любовью, божественной милостью, божественной благодатью. За эту любовь, погружаемся в эту любовь, сумасшедшую любовь, нечеловеческую любовь. Человеческим умом непостижимую любовь, божескую любовь, нечеловеческую, божескую любовь. Спасибо Тебе, Господь. И совершая причастие, налейте себе сок виноградный, если есть. Если не просто воды, даже налейте. Я иногда просто беру воды, совершая причастие, просто обычную воду беру, вот, и совершая причастие. Сейчас у меня есть сок, у меня есть спот виноградной лозы, буду молиться. Есть хлеб, вот, немного остого, либо что осталось еще с утра, и благодарю Бога всемогущего. Причастие – это рассуждение о теле и крови Иисуса Христа. Рассуждение о теле и крови. А рассуждение благочестивое какое? Рассуждение в том, что Господь за нас отдал свою жизнь. Господь за нас совершил великую жертву. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Господь. Воспоминание тела и крови Иисуса Христа, жертвы принеси. Воспоминание того, что было 2000 лет назад, казалось бы, это давно уже было, 2000 лет прошло уже. А с другой стороны, что такое 2000 лет? Это хоть два дня. Божественное измерение. Он пролил за нас свою кровь. Он взял чашу после вечера. Та самая вечер, вспоминается каждый раз, на ум приходит, когда мы совершаем причастие. Та самая вечер, когда Спасибо Тебе, Господь. Когда Иисус совершил это чудо. Это была последняя вечеря не только их учителей и учеников. Это была последняя вечеря Ветхого Завета. В целом. Это была историческая вечеря. Она подытаживала всю историю человечества, что было до того времени. Действительно, это так. Сто процентов. И она открывала с собой новую историю, новую эру. Действительно, это было так. Иисус, Он после вечера взял хлеб в свои руки, преломил, я здесь вот я взял целый, разломил и дал ученикам. Многие исследователи говорят, что это был тот самый эфикаман. Потому что после пасхальной вечери, которую они проводили раньше, чем весь остальной Израиль, согласно традиции уже некоторой того времени, и есейской, в частности, традиции, зелотской традиции. Вот. И они совершили ее раньше, чем весь остальной Израиль, получается, как по времени. И если это была пасхальная вечеря, то действительно, тогда это было, это была эфикаман. Потому что на столе пасхальном уже ничего не оставалось. Все было съедено, барашка того уговорили за ужином, съели много мяса. Это не как сейчас, седр пасхальный проводится, пасхальный, там больше наше рассуждение, как бы символизм. Вот. И встаешь с пасхального седра обычно с легким чувством голода. Ну, как бы, если брать церемониальную часть, я имею в виду. Но потом, конечно, уже кушаем. Вот. Значит, после окончания седра уже такого церемониального. А в то время вся церемония была съесть, это животное надо было съесть барашка этого вот годовалого, нежного, приготовленного. Это было вкусное мясо. Иисус с учениками очень хорошо, плотно поужинали. Все это съели животное. Там был хлеб, пресники, кстати, тоже пресный хлеб. Они здесь пекут, вот, из таджики, узбеки там, пекут, значит, и они пекут, значит, разный хлеб. А этот лаваш, этот лаваш, как он называется, забыл, это все, что ли, это там. Вот, бездрожевое тесто, просто мы замешиваем, говорит, значит, и вот так вот, тоже. Они прям там, пекают, там видно, как они там, печь такая, как вот такая, ну, тадыр, что ли, или как он называется. Вот, прям при тебе выпекают, берем, я часто там беру этот хлеб, благодарю Бога, за братьев этих, мусульман, что вот так вот, очень, и творчески, и вот, по-божьей относятся к своей работе, как благоставение для людей, вот я это вижу, и просто восхищаюсь их работой, потому что, когда человек работает не просто, как рабство его, нет, но он работает творчески, я не вижу, выпекает хлеб, и им радостно от того, что людям вкусно есть, что не просто не зарабатывают деньги, а что это им удовольствие предоставляет, что удовольствие от денег мало удовольствия, а удовольствие самое большое, это, потому что когда люди счастливы вокруг тебя, Я вижу, и я все время благодарен Богу за их глаза, за их улыбки, за их широе сердце. Благоставляю их. Это настоящие мусульмане, настоящие христиане. Дело не в религии, дело не в конфессии, не в динаминации. Еще Андерсон Ганс Христиан говорил, что есть многие атеисты, которые говорят, что они атеисты, но они гораздо ближе к Богу, чем многие христиане. Даже сами того не зная, многие люди, они ближе к Богу. Знаете, даже если мама атеистка, женщина атеистка, или папа атеист до мозга костей, я такие знаю, я в такой семье вырос, но мама и папа последние отдают своим детям. Сама не ест, а мама отдает детям. Хотя, как потом уже взрослые, уже понимают, что она очень хотела это есть, но она не ела, она отдала своим детям, допустим, мне и брату моему младшему тогда. Вот, я сейчас понимаю, что даже мои родители были глубокие атеисты, но божеское в них проявлялось это свойство. Вот, и Бог был очень близок, и они были очень близки к Богу. Намного ближе, чем очень многие люди другие, которых я знал, как христиане, или мусульмане, или иудеи. Вот, и дело не в религии. Религия, все это мишура, это все, ну так, ну, конечно, это очень великая вещь, это так вот, просто мишура не назовет даже. Это очень глубокая мишура такая. Настолько глубокая, что многие люди всю жизнь погружаются в нее, и дна не могут достать. Просто там нет дна. Это, действительно, это многовековой опыт человеческой души. Это внешний культ, это глубокая философия, это мудрость веков, это богопознание опыта, богопознание. Вот, религия – огромная вещь. Но по сравнению с живым Богом – это мишура. С позиции вечности – это лишь оболочки определенные, которые вырабатываются человечеством, народами, культурами, определенными традициями. Бог выше этого намного. Он выше времени самого, выше всего творения. И спасибо Богу за все. И когда я совершаю это причастие, я каждый раз говорю, Господь, Ты действительно доказал нам свою любовь. Когда мы были еще грешниками, Ты доказал свою любовь, отдав свою душу за нас, кровушку за нас пролив, показав нам великий пример. Спасибо тебе, Господь, за жизнь вечную. Благостовен Бог наш, Господь наш, Царь наш, Владыка всех миров, Царь Вселенной всей, давший нам хлеб из земли. Иисус сказал, это есть тело Мое на той вечере. И это изменило мир. И после вечера Он взял чашу, а после вечера оставалась лишь чаша Мессианского царства. Чаша Машиаха. Или, как сегодня в традиции еврейской называется, народной чаши Ильи, Ильяху. Но опять-таки не Ильяху, не Натаньяху, не кто-то еще, а сам Машиах эту чашу поднял и свое царство, королевство объявил открытым. Спасибо тебе, Господь. Благостоветный Господь Бог наш, Царь миров, Владыка, Вечности, Царь Вселенной, давший нам плод и наградные глаза. Благостовен Господь Бог наш, Имя Твоей, Любовь. Ты возлюбил мир и отдал Сына Своего Еленародного, Душу Свою, Жизнь Свою, Кровушку Свою, Агнца Своему, Чистого, Сына, Дабы всякий верующий в Тебя не погиб, но имел жизнь вечную. Благодарю Тебя, Господь, за жизнь вечную, бесконечную, Счастливую, пресчастливую. Дар Божественный Твой, дар Твоей любви. Дар Твоей любви. Спасение, исцеление, прощение, благословение. Боже, спасибо, Ты простил полностью. То, что было, то, что есть, то, что будет, Ты заплатил за это самим Собою. И два тысячелетия, это раскрывается тайна нового Адама, тайна Бога человечества, тайна спасения Твоего. И вся тварь, уже два тысячелетия, все творение, весь растительный мир, животный, а наипаче человеческий, стинает и мучается, ожидает откровения сынов Твоих. Пусть это причастие тоже, это хлебопреломление, этот акт хлебопреломления, будет тоже откровение сынов Твоих, а причастие Твое. Ты в нас, а мы в Тебе. Вот есть причастие. Аминь. Братья и сестры. Совершим хлебопреломление, причастие, прямо сейчас. Помолимся. Я остановлю трансляцию. Есть вещи, которые хочется один на один с Богом сделать. И это прямо сейчас. Хотя и в трансляции я принимаю причастие, но что-то сегодня повреждение такое. Это таинство, действительно, для меня сейчас это так. Спасибо тебе, Господь. Завтра утром в 6 утра подключайтесь, друзья, на хлебопреломление, причастие. Приготовьте себе виноградный сок, хлеб. Вот. Если нет сока, я говорю, просто воды налейте. Я иногда беру причастие просто, потому что на полдороге, например, у меня вот есть, по-моему, были сухарики, я бы сама купил где-то в киоске. Значит, бутылка воды. Вот. Такое тоже. Негазированный. Я вообще беру, значит. А порой даже и кока-колу у меня было там, и что-то еще там было. Я причащаюсь, вот. Вот, значит, и один раз с детьми здесь вот, на Черниговской мы жили. Только сейчас на Киото, а там на малышках жили. Снимали квартиру. И малосемейки, значит. И вот, и совершали причастие с детьми молоко и мед было, и все. Больше у нас ничего не было вот в тот день, значит. И вот мы причастие совершали с детьми молоко и медом. И это было причастие тела крови Иисуса Христа. Потому что причастие, оно совершается здесь и здесь. Не просто то, то, что в город входит, оно, то, что в нас входит, оно не может нас не осквернить и не может нас осветить. То, что исходит из нас, вот это нас либо оскверняет, либо освящает. А в причастие нас освящает само размышление, рассуждение о теле крови Иисуса Христа. Один человек рассказывал, не было хлеба даже, он просто брал глину, немного мешал ее, молился, и как причастие принимал. Там отцы Соловецкие, мученики, страдальцы в начале 20 века во время гонений коммунистических, они там отпайки откладывали чуть-чуть, брали там ягоды в тундре, перетирали эти ягоды, вот-вот, какой есть там. Ягоды разные были. Они даже не совсем понимали, какие съедобные, несъедобные, все перетирали, молились, и Господь благоставлял причастие. Причастие – это оно здесь, здесь. Тело Христово примит.